Можно ли спасти душу свою, когда находишься в тюрьме? Вы знаете, мы всегда, когда находимся в каких-то обстоятельствах, ищем пример святых людей или даже в том числе самого Господа Бога. Есть замечательная икона «Христос в вузах». Мы знаем также, что многие наши мученики были в вузах. Мне, как священнику Павлу, конечно, сразу вспоминается апостол Павел, который также находился в вузах. И то, как он переносил эти страдания и лишения в вузах, он говорил, они служат примером и воодушевляют других христиан также на подвиги. То есть он приносил их достойно, с благодарением Господу Богу, и других это воодушевляло. Я хочу поделиться своим опытом, когда я общался с людьми, которые сидели в тюрьмах, и которые уверовали в Бога также в тюрьмах. Они рассказывали, что тот опыт молитвы, который у них был, когда они находились в местах лишения свободы, они потом никогда уже не могли получить, когда уже вышли из тюрьмы. По той причине, что тюрьма была для них как монастырь строгого устава. Там и телесное воздержание, и строгий режим. И вроде что еще делать? Только молиться. А выйдя на свободу, вот эта свобода, когда ты можешь встать, когда хочешь и так далее, она наоборот стала их разлагать. Ну и еще уместно вспомнить слова одного митрополита, я, к сожалению, не помню, как его зовут, но когда, это было в советские времена, когда его освободили после 10 лет ссылки, он вышел за пределы лагеря трудового, и его встречает слуга, и он заплакал. А слуга спрашивает, ну и подякон, мы знаем, и подякон, спрашивает, владыка, а что ты плачешь? Он говорит, я чувствую, как Христос от меня отходит. То есть пока митрополит находился в вузах, и в особой степени, конечно, была благодать Божия. А когда он оказался на свободе, то уже здесь ты должен действовать общим порядком. Как говорится, там, где умножится беззаконие, будет преизобиловать благодать. Когда человек находится в особых тяжких условиях, там и Господь дает особую свою помощь и особую благодать. Так что, друзья мои, если ваши родственники оказались в тюрьмах, да, предложите им, пусть они начинают молиться. Слава Богу, сейчас на большинстве местах лишения свободы существуют храмы, молитвенные места. Даже если их нет, всегда можно молиться про себя. Обязательно Господь Бог укрепит их, и сами тоже за них молитесь постоянно, потому что это, конечно, состояние непростое, и окружение тоже непростое, но и нашими молитвами, и их молитвами, я думаю, что все будет хорошо. Закончу словами апостола Павла. Друг друга тягота носите, и так исполнить закон Христов. Тюрьма — это, конечно, большая тягота. Так что и сам человек молится, и мы за него молимся. И вместе эта тягота испытания будет перенесена достойно.